ребята вот эту огромную торпеду знаете похоже на узбекистанскую дыню торпеду только торпеда она такая более овальная вот вся идет нет от этого прогиба она идет вот такая как прям-то точно как торпеда еще длиннее чем вот это а сладкая как мед у меня одна там торговала в чехове из украины через россии не понял из россии наверно с россии подставляла этому узбеку я не помню рассказывал когда-то деньги у меня позичило тоже еле забрал жила с этим узбеком он торговал изюмом из узбекистана такой сладкий кишмиш такой здоровый как палец длинный и такой сладкий как мед дыня была сахарная и гранат вот это все что не было не стоял такой стол огромный в нем стояли так торпеды вот эти так вот штучек 6 потом 2 потом 1 потом выложены вот эти вот гранат и такие грозди винограда мой это вообще в чехове торговали я не знаю как не быть с этой торпеды что не омыть ее надо сперва я готовлю ребятам кто захочет зайдете на кулинарный канал вы влюбитесь в это блюдо не вас уверяю это моё авторская так сказать жизнь уже жизнь уже как сказать испробованная выстраданное блюдо любимая капуста не скажу как очень классная вкусная захотите посмотрите так надо наверно мне сполоснуть вот эту девочку не поролю ты девочка сполоснешь и сделаешь еще грязней чем была я хочу знаете что с тыквой сделать такой лайфхак такой ну не тыкву такую большую моете ее можно помыть прям тут здорово моете разрезаете ее убираете в нее шкурки все где так я помогу не страшно убирать у нее все шкурки и потом ее на дольки режете такие длинные как арбузно и запекаете в духовке около часа потом пюрируйте блендером все и допустим берете у меня там есть такие судочки здесь есть фольги порционная разложу допустим ну на 2 судочка на 3 вот пакетиками накрою и заморожу это будет такие вот порции тыквы если вы делаете пирог с тыквой или суп с тыквой или кашу с тыквой вы достаете вот эту тыкву уже запеченную готовую это обалденно не пожалеете сделать вот так одну здоровую тыкву возьмите заморочитесь один день и вас будут заготовки на все тыквенные выпечку там творогом вот я хочу сделать тыкву у вас будет уже готова заготовка если хотите то таким советом воспользуйтесь вот я буду ее как-то разрезать все пока пока ребятки какие ребята есть только странные люди я сегодня вторую ночь ночью с ягачком подряд чему вы это пишите моя дочь училась музыкалке 18 лет а у музыки господи музыкальной школе ночью моя дочь училась музыки 18 лет у нее все дипломы красные эти стад с отличными оценками она закончила музыкальную школу музыкальное училище она отлично и с этими документами поступала высшее музыкальное учреждение его закончила с красным дипломом а вы как ленин все закончили экстроном что я экстренно заканчиваем но тут пишут что у всех одарен способности сомел одаренный гених то есть 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 кто заканчивал все на отлично но прав непригодный но есть конечно что люди спасибо стоячок что-то яйцами показал они это не заслужили есть что не проф непригодные да с этими красными дипломами его сделали с его самого и сделали в кукурузе экстренно пишет я пишу а что и что экстренно я учился в консерватории просто последние два года училища совмещал с первыми двумя годами консерватории ничего экстренное не заканчивал зачем вы придумываете вот нечего делать людям обосрать какое экстренно училась ваша дочка музыкалки но мне очень жаль что вы насиловали свою дочь отправляли ребенка который еще не понимает музыкалку она ходила там с красными дипломами хотела вам угодить наверное да отблагодарить вас за такую заботу вот ее таскали своего ребеночка она не видела не не детей с собой это знаете что к музыкалка это с обычной школы ты еще чуть чешешь музыкальную там уроки там уроки у тебя нет ни детства ничего лучше значит музыкальная школа чтобы это дети лишены детства по большому счету они заточки сидят эту пиликают а еще надо же красный диплом бы мама школу воды молодой все должна быть сама лучше должна маме отблагодарить да представляю как она вас ненавидит сейчас ну к сожалению этого не понимаете 18 лет ребенок отдал музыке можете представить 18 лет а я 7 я работаю в оперном театре уже 13 лет а где ваша дочь в какой сфере музыки она работает реализовалась где мы ее можем посмотреть ну как с такими знаниями выдающимися дипломами где можно вашу дочь посмотреть кем она работает и пусть родила и дома сидит или нет как как мы посмотрим на вашу дочь как она реализовалась ваши труды не пропали ее труды наверное не пропали зря так что экстренно я не заканчивал я учился просто два года я проучился музыкальном училище поступил консерваторию допустим алексей стрижак он вообще не имеет музыкального училища он учился на подготовительных курсах консерваторию на подготовительных курсах два года у тебя учился в Училище музыкальном два года, а он на подозрительных курсах. Но это не музыкальное училище, это подготовительные курсы. У него не было ни музыкальной школы, у него не было ни музыкального училища. У него были подготовительные курсы в консерватории. И он поступил, пять лет проучился, в итоге он учился семь лет. Я тоже учился семь лет, но я совмещал, у меня есть дипломы училища и консерватории. То есть мне не дали просто так, знаете, год за три, Что раз я сразу поступил на первый курс Меня перевели на пятый И тут я Когда ты пришел сразу на третий курс Или там проучился год И тебя как-то перебросили И выпускной Зачем вы обманываете Зачем вы врете Так вот интересно Где ваша дочка У меня тоже кстати красный диплом По моему С консерватории бакалавра Там где самые большие предметы Самые большие предметы Там у меня кстати красный диплом Я даже на него не старался Учился бесплатно Никогда не давал взятки Не платил За руки меня никто не водил Как вы свою дочь водили Таскали понимаете На скрипке Чи на баяне Чи на пианино Меня никто не таскал Я осознанно к этому пришел Я работаю Я сделал то что я хотел в своей жизни Экстерном Не экстерном Что вы там фантазируете Но я стою на сцене Очень кстати много людей Вообще не имеют Ни музыкальные школы Не имеют музыкального образования Ни училища И сразу поступают Даже в московские консерватории Что считалось всегда Самым сложным Поступить в московскую консерваторию Люди поступают Ну и бывает такое Что эти люди поступают И заканчивают И нигде их не видно Не слышно Не реализовываются Как-то Ну не складывается Жизнь по разным причинам Конечно Нельзя сказать Что они все бездарные Что они все неталантливые Что я талантливый Нет У каждого просто Свой путь Ну придумывать И насмехаться Что вы как Ленин Закончили Моя дочь училась Да Ну вот представляете Ну так где ваша дочь Покажите свою дочь Свою умницу Красавицу Мы такие надежды На нее Возлагали Так таскали ее По музыкальным школам Лишили ребенка Своего детства А я так зашел Думаю Что это такая за женщина Думаю Написала Думаю Что она там дальше пишет Ну и зашел На этот самый Нажал на ее там Вот ник Я нажал на ее ник Смотрю Она пишет Ну вот ее комментарии Более 100 комментариев Можно понять Об уровне этого человека Ну просто можно понять Об уровне Интеллектуального Бедная У меня ногти такие Ребята Ничего страшного Это природа Вот Об интеллектуальном Духовном Уровне Этого человека Который Описываешь Ее дочь Училась музыкалке Как дочь Может учиться Музыкалке Когда мама Такая гнилая Вот понимаешь От сучки Если сучка С тезьяном То и щенки Получаются Ненормальные Понимаешь Вот если сучка С тезьяном То и щенок Ченки Ненормальные Получаются Поэтому Какая у тебя Там дочь Может быть Талантливая Такая говнистая Моя мама Никому не писала В своей жизни Комментарии Никого в жизни Никогда не оскорбляла Первая Никого никогда Не трогала Не обрехивала Ну а ты Просто гнилушка Вот А вот Сойгачок Очень красивый Мальчик А такий Блять Ну таке Крутится Ну блять Ну неспроможна Як кот От нельзя Як кота Взять на руки Повернуть Воно Нияко Ти не кот Хто ти Признавайся Ну почему так нельзя Вот Ну почему ти не можешь Вот Ну ти не кот Хто ти Лапи Когти Ой Боже Сидите Убивать сейчас будут Крутится Боится Який ти нахер Кот Який ти кот Ну ти не кот Сойгак Ты не можешь Не повернуться Тебе нельзя Не взять на ручки Ничего Ну ты Хочешь сказать Ты кот Боишь Рассказывать нам Сказки Хто ти Хто ти Кажи Хто 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 ти Зайчик Задурменяна И все Это хоть Научил его Последнее время Вот так вот Сидеть на руках Нельзя взять Он берегон Боится Он царапается Как будто Я не знаю Его берут Знаете Вот боками Хочешь взять Знаете Как кота обычного Который кот берешь Он так тянется Он делается Как Как пластилин Кот Знаете Он как жидкий Делается Кот Когда его берешь Он такой Как растекается Этот ничего Схватится Вот так цепляется Чтоб Не дай бог Не дай Ты его Сейчас упустишь Сейчас Вину падает Когти Открытие Страшни Лезвие Страшни Везде Когти Такие Не дай бог Вот так Вы кровь Это все Дубово Так Не знаю Ну надеюсь Женщина Я вам ответил Насколько мерзко Я почитал Ваши Потом Дальше Комментарии Просто Думаю Еще и на Вы А вы как Ленин Все закончили Экстреном Где я Экстреном Все заканчивал Где вы Это Вы думали Из какой Своей щелки Достались Такую информацию Вот еще Интересное Такое Зрители Писали Чтобы не делал Виниры Ни полтерзубы Ни хера Я сам знаю Что мне делать И у вас Спрашивать Совета Не буду После Слов Врача Мнение Пошатнулось Капец У меня Во-первых Мнение Не пошатнулось Я думаю Я взвешиваю Все за и против Ну так Это врач По зубам Это не зрители Писали Какая сегодня врач Завтра кухарка Послезавтра Клипмейкер Певица Оперная Эстрадная Певица Строитель Швея Все на свете Понимаете И актриса И певица И стилист И моделист И кухарка Самая лучшая И телеведущая Самая лучшая Она знает все Сегодня она доктор Завтра она Проктолог Послезавтра она Диабетолог Понимаете Эндокринолог Конечно Потом она Стоматолог Это женщина Которая Была строителем У меня в комментариях А мнение врача Для меня авторитетно Стоматолога Понимаете Да После мнения После слов врача Капец Зрите Вы То есть Вы сравняли себя Свои комментарии Своё Как сказать То что вы Ой Это зачем тебе виниры Ой Это свои зубы Есть свои Да куда лучше Свои волосы Чем нарощены Вот эти Кудахтучие Квотчики Вы сравнили Своё мнение С мнением Врача Стоматолога С 20-летним опытом Конечно К мнению врачу Я прислушиваюсь К авторитетному мнению Я всегда прислушиваюсь Так же И в строительстве И в пении И во всём Я прислушиваюсь К тем людям Которые что-то в этом понимают Ну не зрители Которые Ну опять-таки Это стоматолог Не делает виниры Она сказала Вот такое своё мнение Да Стачиваются зубы Извините А коронки В Союзе вы ставили Вам не стачивали зубы Да всю жизнь Стачивают зубы Под коронки Что тут такого нового Сказал стоматолог Да Это все зубы Будут в коронках То ли половина Ну передняя часть зуба То ли задняя То ли там Полу коронка Есть Конечно А как вы думали Я поговорю с тем человеком Который делает коронки Она посмотрит зубы Оценит Надо не надо Что надо Может какую-то часть Сперва сделаю Посмотрю Как оно будет На эти зубы Она говорит уже Ну да Врач-стоматолог Который меня лечит Она говорит Вот здесь точно надо Одна коронка Там точно Зуб под коронку Зуб испорченный Он уже окрасился От того материала Который Раньше Много лет назад Знаю чему вы удивились Что я После мнения врача-стоматолога Ну как бы задумался И озвучил то Что она сказала Не надо Ну чего вы удивились Это врач-стоматолог Мы ему писали Да вы пишите Много чего Писали Если бы каждый писали Исключительно По своей профессии Я был бы в этом уверен Что это пишет Врач-стоматолог А не та баба Которая сегодня писала Как делать правильно Кляр Что она лучшая повариха А потом она писала Что клип не так я сыграл И не так я рот открыл И что-то у меня Не такой голос Что надо вот так Это делать А завтра она писала Что не такие таблетки Надо вот так правильно Принимать таблетки А сегодня она пишет Что виниры не делает Это плохо Я буду на ее мнение Ориентироваться Нет естественно Она врача-стоматолог А самосит Витамин С правильно В рот положил Вот так надо было Вот так Я думал Что можно вот так Вот туда засунуть Сразу Шоколатан Вот так Вот так вам интереснее Может туда сразу Вот так раз Нет Правильно В рот Между какими зубами На язык Под язык За щеку Сглатывать Сплевывать Что делать Объясните Вы все знаете И красивые подушечки Смотрите В этом Вавилоне У нас Хочется что-то такое Знаете Уже новогоднее Так хочется праздника Спокойного Олень Смотрите Класс Уже новогодняя тематика Ребятки Появляется Видите Эти подарочные Мерри Крисмс Какая красивая Смотрите Вот это вот Гнездо Вышитое А я сегодня хочу Бигас приготовить Ебигас Очень вкусно Проработал рецепт Я же за тебе стираю Не надо за мене стираю Для чего ты Вбросаешь посуду Подивіться люди Як живет тут Коля Як у Христа За пазухой Поїсть Посуда грязно Стоїть Мусор что Сто процент Да Мусор не викону Я 4 огромных кулька Из этого Тебе рыбу купили Что ты швыряешь Це Сибас почищили Тебе почистили Женщина почистила Маленька Маленька А тебе не много Нет Я сказал Купить мне Великий Сибас Это самый большой Что был Значит надо было Дорогу Мить за собой посуду Пожалуйста Давай Не надо А як ти хотів Що не хочеш Вон бабушка Сидить Бабушка Сидить На балконе А шо яка Прекрасно жить Доживи Деюйгут Дяносто щетов Чо на бедно Дяносто щетов